всем привет на своем канале начались у нас будни в предыдущем видео смотрели ешку в первое впечатление цена где-то у меня уже неделю гектар на 15 я скосил он к уровне помогают чистить жатку впечатление скажем так не очень не очень не очень ну ладно это дело уже моё и дело каждого мы сейчас будем смотреть но эту электрику понятно тянуть сейчас ремень и по тягивал на клевере встает задняя реверс не работает а так чтоб не разобрался с реверсом жатки он он заржавевший вообще в усмерть и стопор и трещотка все это вот мачо так но это я все смазывал это было видно по движку проблем нет маленькая солярка течет так пожатки я уже поменял вот эту цепь поставил новую потому что у предыдущих хозяев была вот такая вот проблема так это я все смазал еще проблемка нарисовалась нету защита на валу сейчас будем что-то делать решать ну и по мелочим почему впечатление у меня не очень но во первых скорость во вторых оставляет много петухов петухов уставляет из-за скорости тише едешь петухов меньше но вот сейчас менял два сегмента сломал оставляла петухи но я жаткой как бы уходил и другой стороной в одну сторону все косил другой стороной это дело петухи маленько убирал так но это клипа ли это мы вспомнили как все делать так все хотел еще показать да вот пытался в интернете от буквально одно видео наверное видел в интернете по органам управления данная косилка я никогда на ней не ездил для меня это было новое сейчас сяду и все вам расскажу ну вот здесь естественно кроме стартера ни хрена ничего не работает датчик выключено положение масс температуру вот так врет не показывает датчик давление масла все нормально показывает топливный датчик ни хрена ничего не показывает коробка передач значит коробка передач вот видно фиксированное положение этот штопор опускается он не дает включаться сцепление здесь нету стоит как это сказать ну вариатор наверное вот то есть чтобы в рабочем положении скорость включить надо давить его и поднять вот этот шток теперь что у нас получится этот видно да это вот транспортная скорость через три скорость транспортная рядом от рабочая и вот это задняя напротив рабочий за наверное удобно для того чтобы взять вперед так как я и делал на козьбе теперь вот фиксировать чтобы подняли все на нейтрал фиксирует это у нас рычаг включения жатки то есть стопор вот вниз ногой снимается нажимается трещотка убирать и на себя его двигаем уже включается далее это обороты у нас двигателя то есть выставляя транспортное поехали в когда кашу выставляю практически на максимум оборот в двигатель и этот кашу скорость управления вариатор охота то есть это скорость движения так как бы сказать на то есть заехали на себя он двигается он видать через через распределитель гидравлика он прижимает ремень и отжимает то есть на себя мы останавливаемся от себя скорость будет больше вот было буквально один день у меня как бы были потери так что я на комбайне никогда не ездил и пытался как бы приступ подстроиться под него но сейчас все нормально значит это переключение тормозов я так понимаю право-левый тормоз это управление жаткой жаткой подъем опускать дальше это сам тормоз то есть на нейтралке тормозишь дальше если этот рычаг у нас получается это стояночный тормоз ручник так называем тоже там весь закисший фигиш надо разбирать а вот этот рычаг это переключение реверса жатки в чем прикол то есть ничего он нужен как начиная косить клевер жатка крутится у нас туда то есть она подбирает под себя траву начинает косить клевер полегший клевер и он как бы начинает низ забивать вот нижнюю планку забивает и она встает то есть что надо либо скорость побольше оборотов либо скорость вращения жатки либо как бы обратно его выкинуть и потихонечку вперед сдать и вон его проглату да сам шнек все нормально то есть если более-менее ровная трава идет все нормально но бывает забивать бывают и лопатки вот эти пью по самом спереди вот здесь вот не забивает а наматывает и бывает с этой стороны с этой стороны я не видел так наматывает но опять же это наматывает проблем на траву такую как клевер большой массы который вчера я мудохался мудохался в течение там двух часов буквально сходить скосим 5 гектаров скажу самое большое мое разочарование в этой техники это скорость кошения ну то есть производительность если крн к два с половиной гектара кладет в час но будем говорить реально там два гектара в час чуть больше то это техника кладет 3 гектара разница небольшая вложений до хрена ну ладно это так впечатление ну косит она спокойно не как на крн ки ждешь там прилета стекла и это здесь спокойно сидишь все то есть переоборудовать обуслу обустроить место работы и можно спокойно работать но как бы получается единицы техники которая будет работать только летом на покосе остальное время стоять а трактор как бы кренку отцепил и поехал дальше делать другие дела комбайн немка досталось нам кажется не в очень хорошем состоянии касаемо чего да вот комплектация все вот эти защиты все все на месте все отлично все нравится двери нет правда это все отлично офигенно то есть мне нравится а вот ходовая часть ходовая часть в плане того что просто не следили не вкладывали лишних денег скажем так следить не знаю двигатель перебравши давление но в среднем держит тройку четверку точно дома на нас ли нам датчики нету шкалы единиц а так он держит в середине где-то но сравнивая с мтзовским где-то тройка четверку до ключ зажигания то работа не работа на это с электрика опять же надо разбираться посмотрим свободно когда будет время да когда она будет но попробуем решить так ремни ремни стоят денег то есть ну значит той стороны идет один ремень нажатку 1700 на этот на этой стороне два ремня этих дворе меня что-то по 2000 до я купил немецкие хорошие но можно купить и дешевые этот но пока у есть возможность купил немецкие пускай лежат но ездил в рамешке за 100 километров все купил все нормально офигенно но приехал домой домой снял защиты я увидел ремень и вариатора ну по звуку я стал слушать хлопать ремень и вариатора лопнутый лопнутый трес и трещина там больших 2 глубоких показатель того что ему скоро настанет хана и лучше большие перегона не делать так как данная вещь станет на дороге и будет большой проблемой и 2 ремень я не знает привод жатки нам с той стороны он двойной спаренный такой он тоже лопнутый верхняя часть отслаивается получается что вот этих два ремня мне встают больше десяти тысяч рублей да что еще делая у нас была проблема с газом став разбираться и смотреть тросиков газах она я переклипал но переклипал до того момента пока он просто не сломается пришлось купить в рамешках он был 2 500 сегментный у нас в рамешках 620 но и там набрал пластин прижимных разных осталось здесь на на куплю вряд ли а здесь куплено сегменты здесь другие всех привет на своем канале начались у нас будни предыдущем видео смотрели ешку в первое впечатление цена где-то у меня уже неделю гектар на 15 я скосил он к уровне помогают чистить жатку впечатление скажем так не очень не очень не очень ну ладно это дело уже мое и делал каждого мы сейчас будем смотреть но эту электрику понятно тянуть сейчас времени по тягивал на клевере встает задняя реверс не работает а так чтоб не разобрался с реверсом жатки он он заржавевший вообще в усмерть и стопор и трещотка все это отмачу так но это я все смазывал это было видно по движку проблем нет маленькая солярка течет так пожатки я уже поменял вот эту цепь поставил новую потому что у предыдущих хозяев была вот такая вот проблема так это я все смазал еще проблемка нарисовалась нету защиты на валу сейчас будем что-то делать решать ну и по мелочим почему впечатление у меня не очень но во первых скорость во вторых оставляет много петухов петухов оставляет из-за скорости тише едешь петухов меньше но вот сейчас меня два сегмента сломал оставляла петухи но я жатко как бы уходил и другой стороной в одну сторону все косил другой стороной это дело петухи маленько убирал так но это клепали это мы вспомнили как все делать так все хотел еще показать да вот пытался в интернете от буквально одно видео наверное видел в интернете по органам управления данной косилка я никогда на ней не ездил для меня это было новое сейчас все вам расскажу ну вот здесь естественно кроме стартера ни хрена ничего не работает датчик выключено положение масс температуру так врет не показывает датчик давление масла все нормально показывает топливный датчик ни хрена ничего не показывает коробка передача значит коробка передач вот видно фиксированное положение этот штопор опускается он не дает включаться сцепление здесь нету стоит как это сказать но вариатор наверно вот то есть чтобы рабочем положении скорость включить надо надавить его и поднять этот шток теперь что у нас получится вот этот вот видно да это вот транспортная скорость через три скорость транспортная рядом от рабочая и вот это задняя напротив рабочий за наверное удобно для того чтобы зад вперед так как я и делал на козьбе теперь вот фиксировать чтобы подняли все на нейтрал зафиксирует это у нас рычаг включения жатки то есть стопор вот вниз ногой снимается нажимается трещотка убирать и на себя его двигаем уже включается далее это обороты у нас двигатель то есть выставляем транспортные поехали в когда кашу выставляют практически на максимум наоборот в двигатель и этот кашу скорость управления вариатор охота то есть это скорость движения так как бы сказать то есть заехали на себя он двигается он видать через через распределитель гидравлика он прижимает ремень отжимает то есть на себя на останавливаемся от себя скорость будет больше вот было буквально один день у меня как бы были потери там что я на комбайне когда не ездил и пытался как бы приступ подстроиться под него но сейчас все нормально значит это переключение тормозов я так понимаю право-левый тормоз это управление жаткой жаткой подъем опускать дальше это сам тормоз то есть на нейтралкин тормозишь дальше если этот рычаг у нас получается это стояночный тормоз ручник так называем тоже там весь закисший фигишь надо разбирать а вот этот рычаг это переключение реверса жатки в чем прикол то есть ничего он нужен как начиная косить клевер жатка крутится нас туда то есть она подбирает под себя траву начинает косить клевер полегший клевер и он как бы начинает низ забивать вот нижнюю планку забивает и она встает то есть что надо либо скорость побольше оборотов либо скорость вращения жатки либо как бы обратно его выкинуть и потихонечку вперед сдать и он его проглатывает да сам шнек все нормально то есть если более-менее ровная трава идет все нормально но бывает забивает бывает и лопатки вот эти пир в самом спереди вот здесь вот не забивает а наматывает и бывает с этой стороны с этой стороны я не видел так наматывает но опять же это наматывает проблемную траву такую как клевер большой массы который вчера я мудохался мудохался в течение там двух часов буквально сходить скосим 5 гектаров скажу самое большое мое разочарование в этой техники это скорость кошения ну то есть производительность если к рынка два с половиной гектара кладет в час но будем говорить реально там два гектара в час чуть больше то это техника кладет три гектара разница небольшая вложений до хрена ну ладно это так впечатление ну косит она спокойно не как на кренки ждешь там прилета стекла и это здесь спокойно сидишь все то есть переоборудовать обусую обустроить место работы и можно спокойно работать но как бы получается единицы техники которые будут работать только летом на покосе остальное время стоять а трактор как бы кренку отцепил и поехал дальше делать другие дела комбайн немка досталось нам конечно не в очень хорошем состоянии касаемо чего да вот комплектация как все вот эти защиты все все на месте все отлично все нравится двери нет правда это все отлично офигенно то есть мне нравится а вот ходовая часть ходовая часть в плане того что просто не следили не вкладывали лишних денег скажем так следить не знаю двигатель перебравши давление но в среднем держит тройку четверку точно дома на масляном датчике нету шкалы единиц а так он держит в середине где-то ну я тут сравнивая с мтзовским где-то тройка четверка до ключ зажигания то работа не работа на это с электрика опять же надо разбираться посмотрим свободно когда будет время до когда она будет но попробуем решить так ремни ремни стоят денег то есть ну значит той стороны идет один ремень нажатку 1700 на этот на этой стороне два ремня этих два ремня что-то по 2000 до я купил немецкие хорошие но можно купить и дешевые этот но пока у есть возможность купил немецкие пускай лежат но ездил в рамешке за 100 километров все купил все нормально офигенно но приехал домой домой снял защиты я увидел ремень и вариатора ну по звуку я стал слушать хлопать ремень и вариатора лопнутый лопнутый трез трещина там больших 2 глубоких показатель того что ему скоро настанет хана и лучше большие перегоны не делать так как данная вещь станет на дороге и будет большой проблемой и 2 ремень я не знает привод жатки нам с той стороны он двойной спаренный такой он тоже лопнутый верхняя часть отслаивается получается что вот эти два ремня мне встают больше десяти тысяч рублей да что еще делая у нас была проблема с газом став разбираться и смотреть тросиков газах она его переклипал но переклипал до того момента пока он просто не сломается пришлось купить в рамешках он был 2 500 сегмент на у нас в рамешках 620 но этом набрал пластин прижимных разных осталось здесь на на куплю вряд ли я здесь куплен сегменты здесь другие и и и и